Оксана, я действительно рада тебя видеть, рада тебя слышать. Мне очень нравится, в какой одежде ты вышла ко мне в эфир и к нашим зрителям. Это очень правильные мои любимые цвета, жопто-блокитни. И, кстати, вот жопто-блокитный прапор Украины, он ведь сопровождает тебя на протяжении всей твоей жизни и всей твоей карьеры. И очень много ситуаций именно с этими цветами у тебя связано, под этим флагом связано. Ты знаешь, вот я хочу для всех наших зрителей сказать, начать вот с тебя, от вступления, друзья, с себя перед нами, ну реально грандиозная, одна из величайших спортсменок, мировых спортсменок, гордость Украины. Оксана Баю, Оксана, вот я скажу свои детские первые воспоминания. Ты ведь, будучи ещё ребёнком, да, я не намного младше тебя, но что я помню? Независимая Украина, друзья, 94-й год. Мы все, наша вся семья у экрана, идут Олимпийские игры. И мы волнуемся, вот мой дедушка, он учитель физкультуры в школе, он проработал больше 50 лет учителем физкультуры. Для него спорт, для него все соревнования — это его жизнь. И он меня приучил к этому. И всегда, каждый год мы смотрели Олимпиаду, как, знаешь, я вместо мультиков её смотрела. И вот я, будучи ребёнком, я помню первые свои эмоции, связанные с вот таким, знаешь, когда внутри это одно из самых сильнейших детских воспоминаний, связанные именно с национальной идентификацией моей. То есть связанные с тем, что я горжусь, что я украинка, я горжусь, что сегодня Украина представлена на мировой арене, когда ты победила, когда ты делала невероятное выступление. Одно, там первое было, ты откатала вторую программу, и потом ты такая тендитная, красивая, артистичная. И первое место. Никто не ожидал, никто этого вообще и не хотел. Вопреки всему, ты побеждаешь, играет гимн Украины, поднимается украинский флаг. И, кстати, мы об этом поговорим, что даже настолько они не понимали, что они даже дорыдрыком его перевернули. И я плакала. Вот я ребёнок, я плакала. Ты ребёнок стоишь, тебе 16 лет. Ребёнок стоишь, который для Украины. Вот это, знаешь, гордость. Гордость за Украину. Гордость за то, что мы на мировой арене представляем наши такие таланты. Поэтому я тебе хочу сказать спасибо за эти мои эмоции. Я тебе давно хотела сказать спасибо лично. Вот за то моё, знаешь, такое счастье. Тогда ты подарила мне счастье, как и миллионам украинцев. Во всём мире заявив о том, что Украина, она вот такая, что Украина — это гордость, что Украина — это красота, что Украина — это про победу. И сегодня мы об этом будем говорить, потому что для нас победа сегодня — это главное наше слово в нашей жизни, в нашем выживании. Оксана, мы поговорим обязательно и о том, о сегодняшнем дне, о войне, обо всём. Но я, конечно, хочу начать с твоей биографии. Немножко. Тем не менее, знаешь, вот вспомни, пожалуйста, про ту Олимпиаду, с которой я начала, и про те дни. Как это было? Вот что там? Потому что ты не вышла даже, насколько всё неожиданно, что ты даже не вышла на открытие, у тебя не было тёплых штанов. Это вообще сейчас, да, как это было? Вот просто батарейки какие-то вещи расскажи мне. Твоя травма, вот твоё всё. Расскажи мне. Довела до слёз. Нет, это, честно говоря, постоянно, когда я вспоминаю вообще, ну, сколько уже было пройдено, особенно, когда ты ребёнок, ты порой, ну, как бы говоря, не понимаешь, что ты делаешь. И я, честно говоря, в 16 лет, то есть у меня всегда мечта была выйти. Я всегда с детства занималась своим любимым делом. Это было фигурное катание. Вот мне мама говорила, ходи в школу, Оксана, учи украинский язык. А я бегала с квартиры на метеор, с метеора ходила в спутник. Спутник – это с ребятами. То есть мы школу-то прогуливали, в принципе. И мы ходили, и мы смотрели все эти зарубежные фильмы с Арнольдом. То есть я помню, когда меня спрашивали в Америке уже, когда я выиграла Олимпийские игры, у меня были два любимых артиста. Это была Мадонна и Майкл Джексон. Потому что мы в то время могли их… То есть у нас был доступ к просмотру этих спортсменов. Прошу прощения, этих артистов. А с фигурного катания мои любимые были на тот момент, я помню, я смотрела 92-го года Олимпиаду. Это, конечно же, был Витя Петренко, это Брайан Байтан. Это люди, которые сделали безумно много для мира фигурного катания. И я, когда была маленьким ребёнком, я росла советским человеком. И я смотрела в 8 часов вечера все эти передачи детские, потом шла спать, прибегала с тренировки, была голодная. Еды было мало в детстве. Была гречка с сосисками, это был мой любимый ужин. И, как бы говоря, то есть, знаешь, у меня уже столько в жизни случилось, но когда я вот думаю о себе, где я выросла, как я выросла. Я потеряла своих родителей в 13 лет. Маму свою потеряла. До этого ушли бабушка с дедушкой. То есть, они лежат в Днепропетровске, закопанные. И папа рядом в 2007 году умер. То есть, он рядом с мамой лежит. Ты понимаешь, в 16 лет, когда я выиграла Олимпийские игры, когда флаг поднимался, я прямо сейчас вижу вот свое лицо за флагом. И рядом американка Нэнси Керрегин. И она тоже, как бы говорят, думали, что она выиграет, а получилось так, выиграла я. Но через 30 лет, вот после Олимпийских игр, когда уже все, то есть, как бы говоря, сейчас, вот в данный момент, где я нахожусь, мы с нею абсолютно общаемся нормально. И она поддерживает нас. Она поддерживает Украину. Она поддерживает меня. И когда началась война, вот, то есть, мы с дочкой ходили на тренировки, и нас в Америке, то есть, уже начали предупреждать, что будет конфликт между Путиным и Украиной. Ну, как бы говоря, любой человек, да, ну, то есть, ты смотришь новости, да, но я в это не верила. То есть, я поверить в это не могла, что такое вообще даже может произойти. И я, как сейчас, помню, что я пришла с тренировки, у нас был вечер, я смотрю Путина выступление, и он говорит, что начинается операция, то есть, какая-то, то есть, он войной это не назвал. Я спускаюсь вниз к мужу вот с такими глазами, говорю, слушай, что это такое Путин сказал? А мой муж говорит, ну, что он сказал? Он сказал, что война начинается, простыми словами. Не специальная военная операция, как они хотели Украину взять за три дня, а что это, ну, специальная военная операция, то есть, по смещению, то есть, Киева, Киевской. И я на тот момент, я помню себя, что я подбегаю к телевизору в Америке, переключаю картинку, да, а у нас еще информационное поле не поменялось, то есть, у нас до сих пор идет нормальная, ну, как бы говоря, практически, потом, через 20 минут это все поменялось, ну, и все, и, как бы говоря, переключилась информационная сетка на Украину, но сирена еще тогда не работала, то есть, в первые она не звенела, я это все смотрю по телевизору и думаю, господи, что же делать, что же делать, то есть, руки начали труситься, ну, понятно, я сразу звонила всем своим украинским друзьям и людям, и я просто помню, что на следующий день я с дочкой выехала, я ей пиццу купила, ну, в какую-то кафешку мы выехали поесть, а у меня состояние, ну, то есть, мозги понимают, что происходит, да, а сердце просто так бьется, то есть, вот так ходуном оно ходит, и я понимаю, что, в принципе, ну, я нахожусь на стороне Украины, и я человек, который, ну, в принципе, понимаешь, я, ну, я понимаю, что родину и мать никогда ты, в принципе, ну, честно не предаешь, и я понимаю, в этот момент, да, я понимаю, что я украинка, что я, потому что до этого момента я не могла никак сама себе понять и признаться, то есть, ну, то есть, я по-украински не разговариваю, я, ну, я понимаю, что сердце моё, да, вот сердце, оно находится с украинскими людьми, с украинским народом, и в тот момент ты понимаешь, что ты с Украины, и потом, то есть, я о себе по-серьёзному никогда не думаю, но потом, когда вот всё, что ты в жизни своей прожил, да, и ты понимаешь, что ты выиграл Олимпийские игры за Украину, ты понимаешь, что флаг поднимался в честь Украины, вот, ну и, то есть, всё, с этого момента я просто стала делать всё, что возможно, я просто помню, что я звонила подруге своей, она мне говорит очень быстро, то есть, она трубку смогла снять, я говорю, что происходит, что случилось, потому что потом мы смотрели в Америке, как самолёты полетели сверху, я говорю, о, что это такое, потому что я о войне слышала только из рассказов своего, ну, от деда своего, и он говорит, что, она мне говорит, что это полетели наши самолёты, то есть, украинские, то есть, они стали, как бы говоря, ну, оберегать воздушное небо, вот, я где-то, ну, честно говоря, я общалась с людьми, и с Украины, да, но я не хотела ничего в прессу выдавать, то есть, я не хотела с прессой общаться, потому что пресса начала мне говорить, а я говорю, ребят, ну, как я могу говорить от имени украинцев, то есть, которые живут в Украине, я не могу ничего сказать по-настоящему, потому что я там не нахожусь, я в Америке нахожусь, и я не хотела общаться с прессой, а мне украинцы говорят, Оксана, ты можешь, пожалуйста, как-то до людей донести, чтобы над нами закрыли, нужно нас перестать топить, я говорю, я стараюсь, и по началу войны, я только начинала это в прессу говорить, меня сразу зарубали, вот, ну, ничего, знаешь, я человек смышленый, и мы, господи, мы сделали Peace Rally, это когда мы взяли, собрали всех украинцев в Лас-Вегасе, вот, и всех желающих, которые хотят участвовать в нашем ралли, и мы сделали огромный сайн, где мы написали, что Close the Sky над Украиной, да, вот, и мы это выставили, дочка моя держала, и муж мой держала, мы, то есть, как бы говоря, провели такую акцию, ну, понятно, потом уже эти фотографии их разнесли, то есть, все смеяли, кто, кто, ну, кто, кто сколько, вот, ну, мне, честно говоря, у меня в Днепропетровске есть партниха, когда мы готовили этой акции в начале войны, я ей позвонила, я говорю, Лариса, мне нужен украинский флаг, мне надо твоя помощь, мы готовимся делать эту акцию, а она мне говорит, слушай, Ксюш, они моим девочкам, они там, а я приехала перед Новым в Днепропетровск, и война началась, и мы не можем сейчас выехать, вот, и я, ты знаешь, мне ее дети пошили украинский флаг, вот, вот, и он со мною находится, это, как бы говоря, мой флаг, вот, это личный мой флаг, вот, с которым, в принципе, я и в шоу только что выступала, и, ты знаешь, он в данный момент сейчас настолько много значит для меня, что я даже не знаю, как тебе это сказать, вот оно просто здесь. Я хочу вернуться в тот день, когда ты стала знаменитой, скажи, пожалуйста, как тебе, 16-летней девочке, сироте из Днепра, далась эта победа, вот, что ты помнишь из этого выступления и из этой вообще победы? Ну, я много что помню, я помню, вот, когда я сидела в раздевалке, и Людмила Михайловская она на тот момент была тем лидером, ее уже больше с нами нет, но есть ее дочка Настя. Это, как бы говоря, все люди, которые сейчас в Украинской Федерации по фигурному катанию до сих пор продолжают то дело, вот, которое мы начали в 94-м году, вот, и я помню, что когда они могли гимн найти, Ирина Рыбинс это один из людей, которые тогда были, ну, проводили соревнования, она подходит и говорит, а я тогда рядом с Борзовым находилась почему-то и Михайловской, и она подходит, Ирина, по-русски говорит, мы не можем найти ваш гимн, а Борзов поворачивает Михайловский и говорит, Люд, я надеюсь, что у тебя гимн есть, она говорит, да, есть, но он находится в Лельском деревне, они ее в машину полицейскую с мигалками, она хватает гимн, привозит, вот, а я все это время находилась в раздевалке, вот, ну, и понятно, что вы давали, знаешь, то есть, постоянно какую-то разную информацию, то есть, то я плачу, не могу выйти на пьедестал, то я еще что-то, то еще что-то, ну, как всегда, я виновата, я уже привыкла в этом быть, а я в тот момент, знаешь, пришли ко мне ребята, вот, которые, ну, болели на тот момент за меня, они пели в раздевалку, и мы просто сидели, смеялись, а меня повели на допинг-контроль, то есть, я допинг сдала, пришла обратно, ну, то есть, мы ждали, когда Людмила Михайловская поедет и этот гимн заберет. Перемотать 30 лет вперед, когда мы сейчас, когда я сейчас была на связи с Украинской Федерацией по фигурному показанию на коньках, когда мы подготавливали ролик, видеоролик, для того, что мы не хотим, чтобы русские спортсмены участвовали в Олимпийских играх, вот, я общалась с Настей, Настя мне говорит, слушай, ты знаешь, я сейчас перебирала вещи старые, да, и этот гимн есть, он существует, он в Киеве находится, она его имеет. Такое ощущение происходит, вот, у меня сложилось, что всё, что Господь сделал, да, оно всё так и должно быть, вот, оно просто, вот, оно просто приходит в своё время. А как ты травму получила? Ведь то, что ты сделала, выйдя после того, как конёк соперницы врезался тебе в ногу на три сантиметра просто в мясо, и ты через два дня выступала и выступила, это феноменально ты сделала это, превозможная боль. Я не знаю, как ты сознание не потеряла? Вообще, вот как это было? Мы, когда готовились к Олимпийским играм, вот, мы готовились в ситуации, когда уже Советский Союз распался. И мы приходили в Одессу на каток, мы сами себе лёд заливали, то есть, крепком чистили лёд, потом мы воду быстренько там, как бы говоря, ну, поливали каток, шли наверх, разминались. Понятно, что было уже очень холодно, отопление не работало, уже всё начало, разваливаться. И мы, по большому счёту, были готовы абсолютно к всему. Я тебе честно хочу сказать, я из тех людей, наверное, да, которые в какой-то момент понимают, что надо идти до конца, и надо плохо это или хорошо, но всё равно надо выходить и надо делать то, что ты можешь делать. И у меня, вот как у ребёнка, да, я видела, что в углу Галина Яковлевна-Змеевская с Валей Николаевым стояли, разговаривали, что мы будем делать, потому что, ну, травма, то есть, ну, то есть, если бы я тогда приняла решение, что я не могу выступать или пожалела бы себя, то, понятно, ну, ничего бы и не было. Ну, я из тех людей, ты знаешь, из которых не сдаются, то есть, я иду до конца. Ну, и я сказала Галине, я говорю, Галин, ты за меня не волнуйся, потому что я выйду и сделаю то, что могу. Ну, потом мог разрешил сделать анестезию в ногу, именно только в то место, которое зашили. И я, честно говоря, ты знаешь, мне Николаев сказал, потому что я переодевалась в мужской раздевалке, а не в женской, потому что там и Тоня Харри, и Нэнси Керри, ну, то есть, там дурдом творил в женской раздевалке, да, то есть, я переодевалась в мужской раздевалке. Мне Валя сказал, слушай, я тебя очень прошу, не выходи, не смотри своих соперниц, потому что мы можем это делать, да, пожалуйста, не смотри никого, Нэнси прямо передо мной выступала. Я, понятно, человек послушный, понятно, я вышла, не послушала своего тренера, смотрю и помню, и помню, что свет был безумно яркий в этой арене в Лилихамере, да, и второй раз, когда я прочувствовала этот свет, я поняла это перед тем, как я шла роды делать, ну, когда вот меня завели в родильную, да, там тоже свет такой яркий-яркий, и ты знаешь, я понимаю, что моя жизнь поменяется сейчас, ты понимаешь, но с этим достойным поделать нельзя, это просто, ну, как бы говоря, твое достойное, то есть, это вот то, что я Господь Бог предназначил, понимаешь, да, о чем я говорю, и ты понимаешь, как бы говоря головой, да, что твоя жизнь сейчас, ну, просто поменяется на сто процентов, и вот, когда я вышла выступать, я просто выступала, я просто, вот я просто выстояла до конца, но то, что потом произошло, то, что я выиграла второй оценкой, ты знаешь, ответ ко мне пришел очень, гораздо позже, почему, почему я выиграла не Нэнси, я выиграла, потому что фигурное катание, в принципе, да, это такой вид спорта, это артистизм, то есть, это, это, это вот один из видов спорта, когда ты выходишь, и ты спортсмен, но ты можешь вот своим внутром, вот то, что у тебя внутри есть, ты можешь этим поделиться с людьми, и ты это им отдаешь, и это вот почему, как бы говоря, я понимаю, что после 30 лет, да, после моего выигрыша, да, я сделала то же самое, то есть, мне позвонила моя подруга, Сиэтл, и она мне говорит, мы собираемся сделать шоу в честь Украины, будут все украинские спортсмены выступать в этом шоу, мы хотим, как бы говорят, тебя пригласить в наш шоу, то есть, это up to you, то есть, ты хочешь, приезжай, не хочешь, it's ok, я говорю, слушай, Лолит, можно я, пожалуйста, ну, пройдусь, подумаю, завтра тебе дома ответить, она говорит, конечно, какие проблемы, вот, ну, я вышла, пошла погуляла, сделала запрос наверх, то есть, понимаешь, я такой человек, что я уже пришла к такому пониманию в своей жизни, что если это твое, оно будет твоим, то есть, рано или поздно, а если, допустим, это не твое, то ты хоть что делай, оно никогда твоим и не будет, вот, и я сделала запрос, ты знаешь, мне сразу же, прям сверху, я не знаю от кого, от ангелов-хранителей, от мамы моей, я не знаю от кого, пришел ответ, то есть, мне сразу пришла идея костюма, музыка, под которую я буду выступать, ну, и понятно, что я одела свою, эту, олимпийскую корону, вот, лебедя, и ты знаешь, ты знаешь, когда вышла, и когда 30 лет прошло, понятно, что я уже взрослый человек, понятно, что я уже, ну, не тот маленький ребенок, который был на Олимпийских играх, понятно, что мое тело поменялось, но сама идея, она равно осталась идеей, и вот, вот этот классический, знаешь, лебедь белый, который был представлен в Олимпийских играх, да, я вот его опять, как бы говорят, каталась в петли, после, после 30 лет, да, и для меня, ну, конечно, это, ну, я не знаю, то есть, для нас, для нас спортсменов, мы не политики, знаешь, мы не люди, которые можем мир поменять, мы только можем выйти и сделать вот, то, что нам Господь Бог дал, а мне Господь Бог дал то, что я спортсмен.